Всем привет! Сегодня приготовим сметанный торт Мишка на севере. Этот торт очень несложный в приготовлении. Итак, начинаем с коржей. Для теста нам понадобится сметана, жирность можно брать любую, здесь она особой роли не играет. Добавляем растопленное сливочное масло, сахар и все перемешиваем. Сметану лучше брать комнатной температуры, а сливочное масло чуть теплое, для того, чтобы сахар быстро растворился. В муку добавляем разрыхлитель и слегка перемешиваем. Небольшую часть муки откладываем, для того, чтобы добавить ее после. Остальную часть просеиваем ко влажным ингредиентам. Хорошо перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Можно воспользоваться миксером. Отмеряем половину теста в другую чашу. В одну часть добавляем отложенную муку, во вторую просеиваем какао-порошок. Муку добавляем для того, чтобы консистенция у теста была одинаковая. Затем перемешиваем обе части. Консистенция у теста будет очень мягкая. Далее берем силиконовый коврик, тефлоновый или хороший пергамент. Разделяем визуально тесто на 5-6 частей и раскатываем его через полиэтиленовый пакет. Также тесто можно просто размазать палетой, как мы делаем для торта «Молочная девочка». Раскатку начинаем именно со светлых коржей, для того, чтобы понять, сколько времени нужно на выпечку коржа. Он должен быть полностью пропеченный, но ни в коем случае не пережаренный. Я делала небольшой, но высокий торт. У меня получилось всего 10 коржей и диаметр торта 16 см. Также можно взять форму и больше, например, 20 см и выпечь 2-3 коржа. Но тогда время выпечки будет, соответственно, дольше. У меня тесто выпекалось при температуре 160 градусов примерно 5-7 минут. В итоге коржи должны получиться светлыми, но полностью пропеченными. Коржи вырезаем сразу после выпечки и обрезки оставляем для посыпки. Таким же образом раскатываем и шоколадное тесто. Для крема я брала сметану 20%. Можно брать и пожирнее, но тогда тортик будет пропитываться чуть дольше. Если берете не очень жирную, то тогда пробуйте ее на вкус, чтобы она не была слишком кислой. Добавляем сахарную пудру и на низкой скорости просто перемешиваем. Количество сахара регулируем по вкусу, но в оригинале торт идет очень сладкий. Я количество сахара немного убавляла. Так как крем у нас будет жидкий, поэтому торт обязательно собираем в кольце. И дно я обернула пищевой пленкой, для того, чтобы крем никуда не утекал. Далее все просто. Чередуем коричневые коржи и белые. В прослойку помимо крема можно добавить обжаренные измельченные орехи. Готовый торт оставляем в холодильнике на ночь. Обрезки коржей отдельно светлые и отдельно коричневые измельчаем и будем использовать для декора. Торт полностью пропитался, теперь снимаем пленку, вынимаем его из кольца и будем посыпать. Субтитры сделал DimaTorzok Сверху торт украшаю в безе. Сверху торт Торт получается очень мягкий, вкусный и просто тает во рту Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита! Продолжение следует...